Здравствуйте! В этом видео уроке покажу, как оформить канал на YouTube или, так сказать, изменить это оформление канала. И настроить его под себя. Начнем изменение вот этого значка канала. В верхнем углу этого значка нажимаем на такой карандаш. Здесь нажимаем «Изменить». Нас перекидана страница Google. И здесь мы должны загрузить фото. Нажимаем «Загрузить фото». До этого мы должны будем подобрать значок для нашего канала, и чтобы он соответствовал требованию YouTube. Нажимаю «Загрузить». Идет загрузка данного фото. Изображение загружено, и теперь буду его кадрировать. То есть выбрать ту область, передвигая эти ползунки, которая будет отображаться на значке моего канала. У меня оно загружено по размеру. Каждый выбирает свой размер, который ему нравится. Когда мы его выбрали, щелкаем в этом месте, иначе ползунки эти будут двигаться. И нажимаем «Готово». Идет загрузка данного фото. Все, так будет выглядеть у нас это фото на основном канале. Перехожу на страницу своего канала и обновляем ее. И видим, что значок канала изменился. Теперь будем изменять фон канала, или как многие называют, шапка канала. Опять нажимаем «Настроить вид канала». В правом верхнем углу выделяется изображение в виде карандаша. Нажимаем. И видим, вот такая есть надпись. «Изменить оформление канала». Нажимаем. И перед нами открылась вот такая страница. Здесь выбираем место, откуда будем загружать фотографию, или изображение для оформления фона канала. Если это основной канал, то подбираем изображение, подходящее к названию канала. А если этот канал вспомогательный, то фото можно взять из галереи. Открываю галерею. И здесь нам YouTube предлагает бесплатно вот такие фото для изменения фона нашего канала. Минимальное разрешение для картинки 2048 на 1152. И рекомендуемые 2560 на 1440. И размером не более 2 мегабайта. Если мы не знаем, где найти подходящее изображение для своего канала, то подбор изображений по размеру ищем в Google картинки. И изменяем ее по своему усмотрению. Но я выбираю загрузку фотографии с компьютера, который я заблаговременно подготовил. И нажимаем на это окошко. Выберите файл на компьютере. Нажимаю. И объем должен быть менее 2 мегабайт. В данном случае 0,98 мегабайта. Нажимаю. Идет загрузка данного фото. И видим отображение данного фото на трех устройствах. Если нам необходимо кадрировать, то нажимаем кадрировать. Если нас не устраивают вот такие заставки на всех приборах. В данном случае это компьютер, это телевизор и это на телефоне. Если нас не устраивает данное размещение изображений, нажимаем кадрировать. Нажимаем на ползунки и перемешаем это изображение, как мы хотим, чтобы оно отражалось у нас на компьютере. В данном случае я ничего не буду изменять. Пусть так оно и остается. Все подготовили. Нажимаем выбрать. Все, выбираю это место. Идет сохранение. Все, фон канала оформлен по нашему усмотрению. Теперь мы можем изменить название своего канала. Теперь нажимаем на аватарку в верхнем правом углу. Левые клавиши мыши. Появляется такое название. Творческая студия. Нажимаем на шестеренку. Изменить гугл. И здесь мы изменяем название своего канала. Все, изменили. Окей. Изменить имя. Подтверждаем. Заходим на страницу своего канала. В левом верхнем углу нажимаем мой канал. И видим. Название канала изменено. Родная природа. На этом оформление канала завершено. Кому это интересно, то смотрим следующее видео. Настройка канала. Подписываемся на мой канал, чтобы не пропустить новые и интересные видео. До свидания.